Страшный пожар тройной ДТП и сбитые пешеходы. В эфире Днепр Оперативный и это Дайджест Событий. Опасная стихия. Серьезный инцидент произошел в Каменском. Там загорелось однокомнатное жилье на пятом этаже многоквартирного дома. Огонь уничтожил домашнее имущество, деревянные оконные рамы и внутреннюю облицовку балкона на площади около 30 квадратных метров. Из пылающего помещения спасатели вынесли на носилках владелицу жилья и передали ее медикам. Ее экстренно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом термические ожоги третьей-четвертой степени 98% тела. Все обстоятельства происшествия и причины возгорания выясняются. Еще один пожар произошел в Криворожском районе. Там огонь повредил крышу одноэтажного жилого дома и имущество, которое находилось внутри сооружения, на площади около 50 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, на данный момент выясняется. Руль под градусом поднял на уши весь район. Автомобиль «Опель» двигался по улице Доблестной. В определенный момент его водитель не справился с управлением и врезался в столб рядом с остановкой общественного транспорта. Как выяснилось позже, шофер находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 2,88 промилле. В ДТП никто не пострадал. Детали происшествия выясняются. Новости от соседей. Практически стал миллионером. В Киеве правоохранители задержали организатора наркобизнеса. Для прикрытия своей деятельности молодой человек арендовал квартиру в одном из районов столицы. Там он паковал наркотики и психотропные вещества в банки с моющими средствами. А после так называемую готовую продукцию отправлял по почте. За товар клиенты рассчитывали с ним криптовалютой, биткоинами. Полицейские поймали злоумышленника на горячем, когда тот шел с посылками в почтовое отделение. Во время обыска в арендованном жилье правоохранители обнаружили и изъяли килограмм амфетамина, полкило альфа-ПВП и мифедрона, 300 шоколадных конфет с галлюциногенными грибами, 200 таблеток экстази, каннабис и марки ЛСД. По ценам черного рынка стоимость таких находок составляет более 4 миллионов гривен. По данному факту открыто уголовное производство. Теперь горе-бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Собрал комбо, сыграл в паровоз. Автомобили Киа и Джили двигались по Мануйловскому проспекту и остановились, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент водитель грузовика «ДАВ», который ехал за ними, не успел среагировать и затормозить, в результате чего протаранил первые два авто. От удара машины получили значительное повреждение, но в инциденте никто не пострадал. Из-за ДТП движение на участке было немного затруднено. Немного перегрелся? Вспыхнул, как спичка. На проспекте Богдана Хмельницкого произошел пожар. Там во время движения загорелся автомобиль «Шкода». Огонь повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие машины. До прибытия спасателей очевидцы происшествия пытались бороться с пламенем при помощи огнетушителей. В результате пожара никто не пострадал. Пешеходы под колесами. Страшный инцидент произошел в Кривом Роге. По предварительной информации, автомобиль «Мазда» двигался по объездной в сторону Никополя. В определенный момент проезжую часть в неположенном месте начал переходить мужчина в состоянии алкогольного объединения. Водитель авто его не заметил и сбил. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. В обстоятельствах смертельного ДТП разбираются правоохранители. Еще одного пешехода сбили на проспекте Ивана Мазепы. Грузовой автомобиль «Ман» двигался в сторону улицы Авиационной. Не доезжая до перекрестка, он сбил женщину и протащил ее несколько метров. Предварительно Днепрянка переходила дорогу в неположенном месте. В результате столкновения она получила серьезные травмы ног. Ее госпитализировали. Все детали инцидента выясняются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова